Кровавый водопад способен напугать любого, кто увидит его впервые. Это поток ржаво-красного цвета, вытекающий из ледника Тейлора в Антарктиде. Это удивительное природное явление было открыто в 1911 году. Сначала ученые думали, что цвет воды, поразительно напоминающий кровь, вызван водорослями, обитающими в озере подо льдом, откуда водопад берет свое начало. Но исследования показали, что цвет, а также соленость в воде, придают микроорганизмы, населяющие озеро. Их возраст около полутора миллионов лет. Уникальный кровавый водопад на десятом месте среди самых мистических мест в мире. Если заброшенные дома и отели производят гнетущее и пугающее впечатление, то города-призраки способны вызвать еще больший страх. Сан-Джи, фешенебельный курорт на побережье Тайваня, был построен для обеспечения постояльцев. 60 футуристических домов в виде тарелок НЛО должны были стать торжеством инженерной мысли строителей курорта. Но затем грянул экономический кризис, и строительство было свернуто. Впрочем, есть и другая версия. Рабочие, строившие дома, получали увечья и погибали. Местные жители решили, что виной всему стали злые духи, обитающие в тех местах. Девятое место в рейтинге самых мистических мест на планете. Долину Хэйджу или лощину черного бамбука, расположенную на юге Китая, считают одним из самых мистических мест на планете. Многие верят, что это сильнейшая аномальная зона, хотя никаких серьезных научных исследований здесь не проводилось. Долина имеет репутацию мистического места, поскольку ей приписывают множество случаев исчезновения людей. Отель El Hotel del Salto, занимающий седьмое место в списке, расположен в местечке Сан-Антонио-дель-Текендама на реке Абагото в Колумбии. Он был построен в 1927 году и закрылся в 1990 году. Заброшенное здание стало привлекательным местом для тех, кто решил свести счеты с жизнью. Нужно сказать, что внешний облик и окружающая местность вносят свою лепту. Отель выполнен в готическом стиле и расположен неподалеку от водопада, в уединенном месте, что придает ему довольно мрачный вид. Несмотря на свою репутацию, заброшенный отель привлекает множество туристов. На шестом месте, среди самых мистических мест, находится индийское озеро Раапкунд, расположенное на высоте 5029 метров в Гималаях. Ежегодно, когда тает снег, на его берегах можно увидеть сотни череповых скелетов. Еще в конце XIX века появились слухи, и что на его берегу и дне лежат многочисленные человеческие останки. Говорят, что первыми их заметили паломники, раз в 12 лет посещающие место под названием Хамкунд. Их путь лежит по берегу озера Раапкунд. К труднодоступному месту исследователи смогли добраться только в 1942 году. Слухи о скелетах подтвердились. После этого к озеру потянулись экспедиции палеонтологов, антропологов и геологов. На берегах и на дне озера были найдены сотни, предположительно до 600 скелетов. Примерно их возраст от 500 до 800 лет. После генного анализа останков выяснилось, что большинство из них принадлежат мужчинам. Выдвигалось множество гипотез причин гибели людей у озера Раапкунд. Сход лавины, эпидемия, массовое самоубийство. Впоследствии при анализе костей выяснилось, что повреждения на них нанесены огромными градинами до 7 см в диаметре. Группа людей, шедшая по берегу Раапкунд сотни лет назад, погибла из-за сильнейшего града. Такова одна из самых вероятных версий появления в этом месте сотен скелетов. Павелья. Печально известный остров, расположенный на севере Италии, в Венецианской лагуне, занимает пятое место в списке. В 14 веке из-за нападений Генуэзского флота население острова было вынуждено его покинуть. Долгое время Павелья пустовала, пока в 1922 году на острове не открыли психиатрическую клинику. Она просуществовала недолго, до 1968 года, но с тех пор Павелья считается одним из самых мистических и ужасных мест в мире. По легенде, во времена Римской империи остров использовался как резервация для больных чумой, которых здесь же и хоронили. На четвертом месте находится затерянный город инков Мачу-Пикчу. Он спрятан в перуанских Андах на высокой крутой горе с уплощенной верхушкой. Ему удалось избежать нашествия испанских конкистадоров. На протяжении веков город был отрезан от внешнего мира, пока его не нашли в 1911 году. Как выяснили исследователи, Мачу-Пикчу не был разрушен, его жители просто однажды ушли из города. Какая причина заставила их это сделать, неизвестно до сих пор. Великие пирамиды Гизы и Сфинкс, пережившие тысячелетия и по-прежнему гордо возвышающиеся под небом Египта, на третьем месте в списке самых мистических мест на Земле. Они исследованы вдоль и поперек, но до сих пор ученые ни на шаг не приблизились к разгадке их тайн. Мы не знаем, для чего были построены эти монументальные сооружения и как они смогли пережить разрушительное влияние времени. Парижские катакомбы. Территория, превращенная в гигантский некрополь, не может не обладать загадкой. Сеть тоннелей тянется под Парижем на 300 километров. Изначально они были каменоломнями для добычи известняка. Затем, когда кладбища разросшегося города перестали вмещать умерших, останки их захоронений были изъяты, очищены и уложены в заброшенные карьеры. Здесь покоится прах более 6 миллионов парижам. Одним из самых известных и загадочных мест на Земле является Стоунхендж. Он продолжает оставаться загадкой для ученых и исследователей. Мы не знаем, кто и для чего построил этот гигантский каменный комплекс. Были ли это друиды, древние народы Британии, или к строительству приложил руку великий маг Мерлин. Стоунхендж продолжает хранить свою тайну. Понравилось наше видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Свои пожелания относительно того, что вы хотите увидеть в следующем видео, оставляйте в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok